Добрый вечер Собственно, HellRaisers против стиков Если я не ошибаюсь, Ашер у нас играли с командой... Нет, я не смогу вспомнить сейчас, поэтому посмотрим в сетке Элемент спору гейминг Я даже смотрел, но я их все равно не помню Элемент спору гейминг, это команда скрина новая Скрина и Иллидана? Да, и там с переменным успехом, надо сказать, они выступали Ну, в общем, элементам было не так легко, но в итоге 2-0 они выиграли После чего обыграли вчера 2-0 Вегу, за этим ты тоже наблюдал, насколько я понимаю Да, наблюдал, но там они легко разобрались В общем, скрин и Иллидан тащат своих ребят вперед Ну, там, на самом деле, как бы это ни было для меня удивительно Тащат KingR, ну или, по крайней мере, в этих матчах То есть, вообще, KingR много где пробовался играть, но у него как-то все время не особо клеилось Но вот тут прям заиграл, знаешь, такой саппорт четвертой позиции Типа крита, в общем, откуда-то из небытия вылез и давай тащить Ну, он сурово, да, исполняет В принципе, он и всегда так выглядел неплохо Но, видимо, сейчас его как-то совсем пробило Ну, а что же за командости Gaming? Они у нас встречались с... С Вегой как раз-таки 2-1 Вега победили Там была непростая серия у этих ребят Так, командости Gaming Это Fogget, Cinderane, Erosilkity, Sleeks Ну, кто такой Sleeks, я не знаю Ну, а вот кто такие Сандерен, Fogget, Erosilkity, я думаю, всем хорошо известны Двое из НИПов, один из... Я даже не знаю, откуда Сандерен, он где только не поиграл MTV, самая его известная команда, MTW Ну да, пожалуй И Fogget, который в свое время выступал на американской сцене То ли за Dignitas, то ли за Liquid, где-то вот... Ну, начинал за Dignitas, потом много где играл, на самом деле И на последнем Инте, кажется, за кого-то он успел поиграть Такой опытный игрок, но давно тоже не видно каких-то результатов Вот Dignitas, или их это команда, которая изначально называлась PotomBottom Вот откуда Ауи пришел Собственно, сам Fogget, Корок оттуда же Такая была сильная команда, там он зажигал жестко Просто игрок из паба был, как и все остальные Но потом как-то пути разошлись у него с тем же Ауи Ауи пошел в гору, а Fogget как-то не пошел в гору Ну вот, пытается снова вернуться Да, ребят, в чате не стесняйтесь там написать что-то по звуку Я чуть поправил звук, может быть, немножко что-то Стоит подрегулировать, но вроде все нормально Ну и, собственно, начинаем пики просмотр и комментирование этой стадии И на самом деле, ну, патч, несомненно, радует новый Стало довольно-таки интересно смотреть за обычными вещами Там образовалось огромное количество каких-то этих мелких проходов Где у нас путаются некоторые игроки А некоторые, наоборот, их хорошо уже изучили Там водят вокруг пальца своих оппонентов Вот, ну и также довольно-таки стала вариативная карта То есть теперь гораздо сложнее где-то застрять Где бы ты ни находился, у тебя всегда теперь есть практически Какой-то момент, какая-то горочка дополнительная Какой-то вот подъемчик Там и на Рошпите, и на верхних линиях И на, ну, и в лесах И особенно вот этот вот перешейк на Рэддентовской Вот этой вот горке, которая ведет Идет, ну, как идти от фонтана к секрет-шопу Теперь тоже можно там не перелететь, а просто перейти Ну да, много всяких разных дорожек Мне действительно получается так, что в какой бы стороне Тебя не гангли, например, в какой бы стороне за тобой не гнались Почти везде есть возможность куда-то убежать Особенно вот на стороне Рэддин действительно Там было очень много раньше проблем с тем, что тебя где-то догоняют И все, тебе некуда бежать, ты как бы мертвый Потому что кругом лес, кругом горы Теперь кругом проходы Правда, пока еще действительно не все используют это правильно Я, например, вчера комментировал игру Вместе с Адекватом, где один из игроков Он просто вместо того, чтобы пойти к своей вышке и выжать Он как раз побежал по этим проходам И вот так далее, убили Ну, пока еще не все привыкли, естественно, к этому всему делу Заблудился в лесу Ну, типа того, да В трех соснах Вот, ну и также пока еще, я так понимаю, что особо новыми артефактами Да и героев не так много используют Вот здесь из всего, что, пожалуй, есть Мы видим инвокера, которому довольно существенно изменили Во-первых, у него теперь есть инвок на первом левеле Это, наверное, самое главное изменение То, что ему теперь на 25-м прибавляется плюс 6 ко всем статам Но это такое Это по факту только дает ему возможность нагнать старого инвокера по статам Но вот то, что теперь на первом левеле можно уже там что-то себе придумывать Это действительно круто Также забирают Найт Сталкера, аппарат Аклакверка Ну, получается такой довольно агрессивный пик устиг гейминг Проблемы ворваться у них не будет И при этом еще два героя, которые могут на дальней дистанции расстреливать Это Аппарат Аклакверк Ну да, Аклакверк сюда же добавляется В принципе, это глобальный такой пик В какой-то степени, может быть, стоит попытаться его дополнить еще каким-то Таким более-менее глобальным кэрри Типа Эмбер Спирита Тогда можно будет катать противника, что называется, по всей карте Потому что если Клокверк кого-то вырывается То туда прилетают Ульта Парейшна и Санстрайк Это легкий минус Также еще добавить буквально одного подобного героя на роль кэрри И можно держать противника в страхе Ну как бы зато Хелл Рейзерс просто набрали себе бронелобный пик 5 на 5 И если они просто соберутся вместе То как-то вот тяжело с ними будет Потому что ловить пятерых это уже не одного Да, и та самая комбинация Вот эта Darkseer Spirit Breaker Ну у меня она ассоциируется с Virtus.pro очень уже давно Вот, и против них и банят ее часто И исполняют Ну и вот в частности на последнем саммите Там они в финале очень круто Во второй игре, по-моему, зашла комбинация Там они просто выиграли игру Ну такую точку поставили эффектную Где там Барр ворвался, всех застанил Там еще Кентавр какой-то забежал Ну в целом, да, 5 на 5 очень суровая Ну и заканчивается у нас драфт Остается последний пик Я так понимаю, Стиком нужен кэрри А Шером все-таки нужен какой-то мид-герой Вот, ну и можно еще немножко поговорить про новые артефакты Вот из всего того, что есть Вот как бы везде я слышу только одно И везде вижу только одно То, что все оценили новую вот эту вот линзу Которая увеличивает рейндж Она давит хорошие статы там И, ну, для кастеров ее собирают часто Все остальные артефакты видно не так часто Ну, Fairy Fire часто стали брать на первых уровнях И саппорты, и мидеры, и хардлейнеры, и кэрри даже То есть все стали его покупать Потому что, в принципе, он по деньгам почти как ветка стоит А дает на один дэмэдж больше, чем ветка Ну и возможность, конечно, выстроить 75 хп Мгновенно Ну да, она тоже неплохая Бывает в каких-то разменах тычками В мансах пригождается Ну и, короче, такое Может пригодиться Что касается Dragonlance Вот видишь морфлинга Ember Spirit-то в бане Я не заметил, да, он вторым баном ушел Но нужен был еще какой-то герой Тоже вот на мобильность На возможность где-то по карте перемещаться Морфлинг подойдет Я почти уверен, что морфлингу Кто бы тут не играл на нем Купят Dragonlance Вот этот вот Потому что Dragonlance для героев У которых маленький радиус атаки А у морфлинга радиус атаки 350, по-моему Проблема самая большая Одна из самых больших Ну вот, да То есть для этих героев Dragonlance, он очень хорош Потому что превращает их В полноценных, как бы, рейнджовиков И они уже не так страдают С тем, что им нужно подходить Там к врагам прям близко Могут нормально сражаться А вот что касается Iron Talon Iron Talon пока какой-то бесполезный немножко Это который фармить крипов? Да, потому что он очень дорогой Для подобного предмета Наверное, стоит сделать Чтобы он вообще без рецепта, что ли, покупался Ну, или, не знаю Просто, если ты купишь Или собирать из него потом что-то Чтобы можно было Потому что так он, да, реально Ну да, да, может быть Может быть, какой-нибудь Battle Fury из него Чтобы делалось в итоге Потому что так Непонятно, что с ним делать Ты можешь его взять на первые деньги И пойти с ним в лес В принципе, фармить лес Достаточно неплохо Но кому сейчас нужны Такие герои, которые фармят Просто лес? Особо никому не нужны Ну и, в принципе, особой разницы Прям суперглобальной Между этим Talon'ом И просто щетком-топориком Ее нет Да, с Talon'ом ты чуть быстрее фармишь Но, блин Ты, в общем, очень бесполезен В итоге выходишь А если говорить о том, чтобы купить его дальше по игре Ну, опять же, а нахрена это надо? Все, кто умеет фармить лес Всякие там Найксы, Бладсикеры и так далее Они без этих итемов нормально фармят лес Там уже на шестом-седьмом уровне Им пофигу Ну, а другим вообще он не нужен То есть пока этот предмет в доте не реализуется Это копия предмета из Лола Но в Лоле другой немножко геймплей И там он работает А здесь пока не особо Вот оно в чем дело Ага Раскрыли мы тайну Откуда же появился этот предмет Так, ну что Нам нужно бы попытаться разобраться Кто у нас где играет Начнем с команды Hellraiser С Godem на Spirit Breaker Undershock на Dazzle Получается у нас Шачло Насколько я помню Это Дарксир На миде у них стоит Должен стоять Наверное Афоня Он и должен Это Мяу Это Сайлансер Да Ну и Бах на Герокоптере Фух Ну, вроде все так Вроде все так Эти новые ники Точнее Все эти непонятные ники Давай разбирайся тут Но состав такой Вроде замен нету Поэтому Видимо все именно так Вот смотри Что Морф творит снизу Забрал руну Устырил и ушел Лол И он просто отдали Я думал он на волне Как-то закатился Но нет Так, ну и здесь у нас Инвокер Вот Сликс Это сразу видно Что парень Нолнейман Подписал своим никнеймом Потому что его Ну или может быть Ты меня поправишь Но я о нем не слышал Особо Вот Я тоже не знаю Не знаю Это какой-то новый парниша Да, на Инвокере Сандеран на Клоке Эра на Морфе Насколько я понимаю Наверное силкит На Апарэйшене Возможно даже он написан Но и остается у нас Кто? Остается у нас Фогет на Найт Сталкере Наверное так Ну собственно И вот такие вот линии Решили поставить Будет у нас терпеть Сандеран в Харде Его будет гонять Дазл Не самая легкая линия Для Клокверка Как мы видим Да, уже начинается Тут легкий размен Ну и Сандерану Будет тяжко Здесь же Шачло Попытался получить второй Но одного крипа Видимо под Денайли Но в любом случае Да, Шачло здесь не убить Он уже начинает развешивать Ему остается получить Буквально экспуза одного крипа У него будет второй левел И будет все хорошо Так, ну и на миде На миде Вот этот вот новый Популярный инвокер У которого уже там Можно кастовать Алакрити На втором левеле На себя Раньше это Нужно было только на третьем Насколько я понимаю Тебе нужно было Вкачать инвок Экзорт Эвекс Сейчас просто Экзорт эвекс И все у тебя Алакрити И ты добиваешь Круто крипов Ну да Но ему немножко Все равно тяжко Против Сайленсера У Сайленсера Конечно-то Дикий дэмэдж Но вот сейчас Неплохо разминает Но здесь уже набегает Спирит Брекера Как бы тут и не погибнуть Сейчас на башек То пропрет Если вдруг Гадема Да и без баша Походу Да Баш проперла И забирают В итоге у нас На Ферст Блад Сликса Ну, кстати говоря Мы совершенно не сказали Что Сайленсера Тоже же поменяли Ему по-моему Первые изменили Да Он теперь Если Ты Не так, как раньше Ты должен что-то Скастовать Чтобы сбить А наоборот Чем больше ты кастуешь Тем тебе хуже Ты должен не кастовать Какое-то время Вроде как Да, очень мерзопакостный Скилл Как бы плюс Для тех На ком он висит То, что он ману Теперь не отнимает Только хп Но зато Он продлевается И продлевается Если в какой-то драке Пять на пять Ты играешь за героя Ну, типа Ну, кого тут можно Представить себя Да вот За инвокера Например Инвокер получает Эту штуку Он же любит Все кастовать Постоянно Много скиллов И просто С него она никогда Не совпадает Сандеран сверху А вот сюда Когда крипы Сидает Санстрайк Отлично Сликс Попадает Ну, у него вижен был Конечно Но все равно Молодец Ну, он так скастовал Что да Пожалуй, если бы Дарксир не прочувствовал Это То увернуться бы Никак Ну, то есть Куда бы он здесь Не побежал Если он шел домой Он все равно В этот промежуток Наступал Так На инвокера Нападение в миде Тут же Опять не дают Сликсу Расслабиться Ешь их Ну, ешь Ну, что ты Братан Нет Фэйрифайер Также он потеряет Целых два урона Ну, ладно В общем, так я не закончил Мысль, что теперь Можно попробовать Вот сюда отводить У Хардлайнеру Как вот делают здесь Это вообще очень легко Делается На раз-два Это даже проще Чем у Дайер Несколько Тут совсем маленькое расстояние Это, в общем-то, первое Наверное Зачем это добавили Просто, чтобы Чуть уравнять стороны Вообще, стороны Теперь очень похожи Стали у нас Дайерс Радиант Ну, это Как бы логично Нужно как-то Все-таки уравнивать Потому что в свое время Они вообще Различались Невероятно сильно Так, тут Силенсер У нас находит Интересную руну Та самая руна Которая позволит Ему кастовать много Выходит Найт Сталкер Спирит Брейкер Врезается Будет ли есть Съедает на этот раз Отлично сыграно И что? Может быть Какой-нибудь Санстрайк? Так, остается Очень мало ХП у Силенсера Вот это Санстрайк Найт Сталкер Все равно Смог разобраться Притом Первый убил Опыт получил Что самое важное На Санстрайк Да, сейчас был царский Мне кажется Даже если бы Силенсер В этот момент Прямо подорвался И побежал Он все равно Б не добежал До этой точки Ну, немножко волнуется Говорят, что это тоже Какой-то Хонер Из Какой-то азиатского региона Ну, не знаю Посмотрим Что это за игрок Пока что выглядит Он не супер впечатляюще Но более-менее Начало всякое В начале всякое бывает В этом он вчера тоже Не шибко Точнее позавчера Не шибко Здорово действовали Вчера они вообще Видимо Совсем не здорово Сыграли Вчера они совсем Не здорово действовали Ты прав Там ФНГ пробовал Свои силы на визаже Алил на Земляном спирите И тот И тот Отыграли, конечно Неплохо Но далеко от идеала Ну, это Вот этот Земляной спирит Он реально Очень такой Ну, то есть Даже вот о чем Говорить там В паблике Когда там берут Какие-то неопытные Даже профессиональные игроки Если он не суперкрут На этом герое То его потенциал Теряется Ну, в разы Просто в разы Так, бару находит Ну, здесь вряд ли Найт Сталкер что-то сделает Он слишком плотный Все, уходит отсюда Так, инвокер пошел Фармить леса Интересный такой подход Зачем он пошел Фармить леса Ну, Найт Сталкер Может быть хочет дать опыт Но, по-моему Не самое время давать Найт Сталкеру опыт Как раз ночь идет Найт Сталкеру бы побегать В эту ночь Поактивнее А потом уже фармить С приходом дня Так, ну и что у нас С Эра тем временем Шестой левел Взял себе ПТшку Аквилу Неплохие статы Но уже довольно тяжело С таким морфом разобраться Вот как раз таки Гирокоптеру Такого героя Тяжеловато будет гангать Но Гирокоптер Сосредоточился на Сандерене Сандерен умирает Да, так странно получается Что Бара в итоге Больше экшен Даже ночью это и наводит Чем Найт Сталкер Причем Найт Сталкер видел его здесь Ну, так несколько расслабленно выглядят Игроки Что уж тут Ну, да Пока не особо получается У Найт Сталкера и побегать Откровенно говоря Шер все-таки Чуть повыше уровня Команда Чем Стик Гейминг Наверное Хотя пока мы этого еще не знаем Но пока выглядят они точно лучше Вот сейчас попытка здесь Сверху что-то сделать Забегать на Сталкер Правда он уже умер Сан Страйп Нет, смотри, живет еще Но нет, умер Ой, как все плохо получилось В итоге вообще Даже дэмэджа особо не нанесли И глобал был использован Да, честно говоря Даже если бы глобал не был использован Да, там Клокверк Очень низкого левела Он не ракетой Смотри, что творит Гадем Он просто бежит За силкидом Прямо под тавер Ну, кстати говоря Убьет Убьет, да Но если сам умрет То это будет неплохая Неплохая ответка Вот, знаете, Сталкер может забрать килл Так, и бежать Сайланс Нет Гуд дэм Да, хороший ответ Получилось, что немножко пожадничал Тем временем Морф Морф у нас чуть не убивает Дарксира Ну, уже очень сильные статы у этого Морфа Вот так вот ПТ-шка Аквила Но это довольно много Для восьмой минуты игры Учитывая, что у Дарксира там пока ничего нет Он уже с руки бьет больно 90 атаки Хорошая скорость Не хватает, конечно, радиуса Но я думаю, что радиус появится у нас только ближе к концу Если появится Ну, посмотрим, как он попробует сыграть Да, Дрэгон Лэнс не имеет смысла в начале В самом Как бы Морфу и так нормально Думаю, что в начале все-таки это будет либо Ленка Либо, может быть, какие-то другие есть идеи у Эры Монта там Что-то дефолтное Но Дрэгон Лэнс, я уверен, что он будет покупать Если игра до этого дойдет, конечно Ну, просто Морф его использует часто как кастера Из-за этого, может быть, как-то Ой-ой-ой, баш Перекачивается Волна Вот это бык еще и манго съедает Да Опять годдем фидит-то Хорошая игра И в этот момент забирают еще и Найт Сталкера Находят его здесь Спирит... Нет, Спирит Брейкера Спирит Брейкер Оперейшн Да, Найт Сталкера Сайлансер Нашел, убил его Интересно, как это было сделано Ну и первый он, кстати говоря, не качает Там интересная особенность Что во время того, как на героя лежит Сайланс Она вообще не действует То есть, насколько я понимаю Она и не жжется И кулдаун не идет То есть, если там кастуется Глобал Она на тебе продолжает висеть И после Глобала опять тебе начинает Доставлять неудобства Притом, теперь Аганим на Сайлансере Вообще какой-то странный То есть, он вешает эту штуку И при этом Глобал Эта штука не бьет Потому что Глобал Ну, Аганим же у Сайлансера У нас вешает на всех Первый скил Ну, в принципе, юзлис был уже довольно давно После того, как убрали Вот эту дополнительную секунду Его перестали собирать Там, исключением были Какие-то кэри Сайлансера С быстрым Аганимом Но потом и от этого Совсем отказались В итоге Аганима мы не видим Может быть, в скором времени Его также переделают Продолжает у нас Годем носиться Не смогли убить снизу Но это не помешает Ему сейчас ворваться На инвокера в миде Инвокер Перекастоваться не может Потому что на нем лежит Первый спелл Забирают инвокера Можно попробовать зафокусить Сайлансер Ультимейт в апорейшн Не дает Сайлансера убить Еще и вешают урну Годемф танковывает Очень неплохо под вышкой И здесь уже Дарксир И могут сейчас убить Сори на распороте Может быть, что творят Бешеная корова Просто убивает людей Сайлансер зарабатывает Очень много интеллекта Уже десятка На десятой минуте Это всегда неприятно Когда Сайлансер Так начинает разгоняться Со временем Там будет такой урон Что, мам, не горюй Да, Сайлансер И еще и у инвокера ворует Притом и на Сталкера На Сталкеру тяжело У него мало маны Инвокеру неприятно Тоже интеллект свой терять Так что здесь Ой, Годем застрял И маны нет Вот, встревон Ну, тыпаться придется Ну, с очень крутой Лидом застрял На ком же он играл-то На Тиннике, по-моему В позавчера Он вот в этой точке Вот застрял Ему просто Вещдоктор поставил Вард туда и убил Я в этот момент Вспомнил сразу Эту статью На ВП По Топ-5 кэри СНГ Ну, бывает Всякое бывает Ну да Но они, кстати, эту игру Выиграли По-моему Несмотря ни на что То есть там Несмотря на... Да, они эту игру По-моему Выиграли Несмотря на то, что У них вылетел Год И они в 4 на 5 Ее играли Там вообще Интересная игра была Ты не видел это? Видел, но подожди Кто ты, ты говоришь Там застрял? Иллидан А, нет, стоп Да, да, да Ты путаешь меня Да, я Я путаю себя Может быть Застрял кто-то другой Не, Иллидан застрял Только это была Другая игра, значит Синдере, на него выход снизу Коробку ставь Ставь коробку Но может не выжать Можно попробовать убежать А, нет Тут ультимейт от коровы И никак не убежать Ну да Тут даже ТП бесполезно делать Потому что все равно Тебя корова накроет И в общем В общем, да Ну и 11-4 Довольно-таки Уверенно Потихоньку Ашеры такими вот Ступеньками Они наращивают Своё преимущество Вообще ничего Вот я не вижу Честно говоря За чего стик гейминг Могут как бы отыграться Такое ощущение Что идёт Пока что у них Всё ещё идёт Стадия лайнинга Где-то в голове И они не собираются Никаких командных действий Вообще исполнять Ну, в такой ситуации Ждём, когда Эрр Нафармит себе что-нибудь Пока что у него Только персик И это Ну вот вторая ночь Начинается Может быть сейчас Что-то более активное Покажет тот же Найт Сталкер В принципе Стэк гейминг У них пик-то Как мы изначально отмечали Он вовсе и не на драку Не на командные действия А на сплит-пуш Попытки выцепить Но совсем другой вопрос Зачем Синдерен Шестого уровня Уже с хукшотом Возвращается Всё на свой лайн Им нужно куда-то идти Пытаться Собственно Делать эти самые пиков Выцеплять Под ультапарата Под Найт Сталкер Я говорю У них стадия лайнинга Не заканчивается Они просто продолжают стоять Вот так вот фармить Бездумно немного Так вот Забегают через этот Новый проход Видит инвокера Инвокер Ноль реакции Его забирают Очень быстро Пошёл ещё и глобал Инвокер минус Здесь тем временем Клакверк может Попытаться с хукшотом Синдерен может что-то сделать Так ну Будут ловить Силенсера Если убьют Силенсера То это неплохая ответка Там будет Грейв Ещё правда на самом-то деле Вот он Грейв И тоже герокоптер Ой Ультапарата неплохо прилетел И Синдерен возвращается Может быть Андершока получится забить Да Забирают Хорошая игра от Марфа Врыв на Марфа У него Переключают на Инту Пытается Пытается перекачиваться Но нет Слишком много дэмэджа Герокоптер здесь нагоняет Остаётся Синдерен Мансит под вышкой Но герокоптер и с ним расправляется Всё с помощью одного и того же Спиллап Санстрайк и О боже Разделился дэмэдж по-моему Да разделился Мне кажется там бы и не хватило 280 А не хватило бы Слушай Действительно Повезло сейчас немножко Что дэмэдж разделился Так бы была ответка Но вообще это 5 в 2 Что ли 5 в 2 Корова делает страшные вещи В этой игре Я думаю в следующей игре Стики будут банить Эту корову Просто потому что Против неё они не понимают Что делать Она бежит и бежит И бежит и бежит Но я бы сказал что Спиллаптер Спиллаптер он в принципе Очень хорош против такого стиля Когда ты хочешь Поставить и ничего не делать И просто вот как бы Фармить на линиях Пока не возойдёшь В какой-то лейтгейм Где уже потихоньку Начинать играть В доту Там как-то всем вместе Ну реально Как в пабе И против Спиритбрекера Так играть очень тяжело Потому что он это всё ломает Он заставляет тебя Всё время Ну какие-то действия Совершать Так Разбили Смоук Видели ли его Охр Не Вроде не видели Ну должны были Там стоял вард Могли увидеть Ну вот сейчас Ну гудэм Короче всё спалит А он убежит Сейчас да у него вообще хаста О ло ло А как насчёт Да Ну ладно Ну не повезло Нет но у него Изначально был этот кукшот Он в принципе мог сразу Нажимать Когда бежал ещё Бара по прямой Ну да в итоге Смоуганг Не удается Но это хотя бы Первые какие-то Активные действия Хоть что-то Ну иногда бывает Что лучше вообще без действий Чем с такими действиями Хотя хотя бы коровку Выгнали из своего леса Но скорее всего Стоит понимать Что сейчас Ошеры сами Сделают какую-то ответку Это достаточно Должно быть понятно С тиком И им нужно собраться Толпой Чтобы не подставиться Вот уже Вниз тянется гирокоптер И Это просто пуш Да это просто пуш И вышки Ну а чё бы и нет Родофотос появляется И у сайленсера Стандартный артефакт Довольно дешевый Но очень эффективный В начале пока нет БКБ Да и В принципе Вот его очень сильно Контрит Дарксир Конечно Но Дарксир у них У самих в команде Поэтому вообще Тут бояться нечего БКБ далеко Артефакт очень хороший Единственное Меня вот в этом В Драгон Лэнсе Смущает то что Он такой дешевый И так мало дает Ну то есть Как бы для Марфа Который покупает Обычно довольно дорогие Артефакты Ему норм Потому что он Потом из Драгон Лэнса Ну когда-то Сможет сделать бабочку Например Разобрав его И в принципе Ему будет неплохо Хотя ему на самом деле И Драгон Лэнс И бабочку Вот это было бы действительно Ну вот чтобы его Как-то можно было Там я не знаю Съесть Или как-то Из него что-то Ну за кредит Да чтобы он там Реально Ну как вот Башер Вот Башер же много Раньше Очень часто там Не покупали Потому что Ну он мало дает Ну вот вроде он тебе нужен Но ты можешь купить себе Артефакт гораздо там Ну даже бабочка Там дает тебе в разы больше Но когда появился Эбисал Таких вопросов вообще не стало А все что сделали Это просто прикрутили К нему Сакр Это вообще без И ничего не добавили Кроме там Сотки и урон Нет Еще добавили конечно Стан через БКБ Это довольно важный момент Но По факту Сам вот артефакт Именно пассивно стал сильнее Именно за Плюс там Вот этого демеджа Огромного Так Тут нападение На Годдема Или нет Нет Скорее Нападение на Найтсталкера Он в итоге уходит Ну да Хотя бы ушел Уже неплохо Но по моему Ашеров это не особо волнует Потому что будут они дальше пушить А у Вот стиков То у них проблемы Вообще этот морф Он что там С ним не делай Его немножко подняли В этом патче Подняли ему перекачку Подняли Адаптив страйк Вроде бы больше ничего Не поднимали Но Герой как был Слишком долгим На разгон Так и остался Но ему очень долго Надо вот фармить Что-то делать Чтобы быть полезным Конечно Сейчас такие герои Ну просто не работают Ну раньше Притом он был Очень сильный в лейте За счет того Что кастовался Очень быстро Ну это хотя бы Окупалось Сейчас же ему Ну да Тебе подняли Но вот как мы уже Отмечали Что в доте Больше всего решают Именно не Зачастую Не с пылы Которые там Дают тебе Тут чуть больше Там чуть больше А либо которые Как-то резко Поменяют положение Героев Либо Которые Кастуются Как-то слишком быстро То есть вообще Без задержки Ну то есть Его очень жестко Зарезали Когда ему сделали Что волна Кастуется дольше Когда адаптив Кастуется Дольше И когда Этериал Блейд Кастуется Дольше То есть Не мгновенно И все После этого Стало уже Невероятно Тяжело Причем Кстати говоря После того Как все зарезали Кроме адаптива Он ушел Как бы в небытие Но потом И адаптив Научились обузить Станя там Каждые 10 секунд На 4 секунды Или как там было Ну что-то Так и сейчас Так это работает Вон 4.25 Кулдаун 10 Но то был Морф Типа Хардлейн Или вообще Да Но он кастовался Мгновенно То есть Этот адаптив Страйк А сейчас Он все-таки Ну есть анимация Там от него Можно как-то Увернуться То есть Раньше Ты просто стоишь На линии Он с блинка Бах-бах Все Ты встань Тебя убивают А ты можешь быть Кэрри Допустим То сейчас Ты можешь поднять Себя в Юл Нажать БКБ Ну все Что угодно Вот Это Ну это как бы Жестче всего Ну сейчас да Ему Может быть Ему Когда-то Залпают статы Так что он там Будет Слишком хорош В этом плане Его опять Будут брать Часто Ну пока что Пробуют Но мне кажется Скорее так Скорее вот Попробовать Этого морфа Пока не вижу Я в нем Такой большой силы Да я тоже Если честно В нем не вижу Большой силы Герой Ну просто не получается С ним играть Ну когда против тебя Вот коровки Дарксиры Тускары Ну тут нет Тускара Но как бы Все равно У нас все еще Ферст пик Всякие там Герокоптеры И прочие герои Морф слишком долго Ничего не может С ними сделать Он просто смотрит На них И все Я вот не знаю Просто Мне кажется Что в доте Сейчас существует Очень похожий герой Которого Сильно Довольно таки Запали И самое главное Вернули Который Обладает схожими В общем то Свойствами Он там тоже Агильщик Он больно бьет Но он реально Больно бьет Нет Это Этот Террорблейд Террорблейд Да Я вообще не знаю Почему террорблейды Почти все игнорируют Ну у нас Вчера на Дута Пит Лиге Было Смотри Сендерен Так вот Дема Просто в соленого Мезет и убивает Да Да Убил Не успел здесь Дать Грейв Дазл Да и не факт Что помог бы Так И в итоге Сендерена Здесь конечно Убьют Получат с него НТИ Но Фраг на Годеме Это неплохо Он за него Получил Порядка Ну в два раза Больше Причем деньги Достались Оперейшн Он уже покупает Семидасик потихоньку Начал с рецепта Потихонечку Ну у нас тут Стики идут в лейт Они все прекрасно Понимают Ну или поняли Может быть По ходу этой игры Что 5 на 5 Какое-то вообще Им не светит И нужно просто Нафармить Итемы Если морф Купит 6 слотов То на самом деле Он все так же силен Как и был раньше Когда-то Давно В этом смысле Ничего не изменилось Так Залетает морф Получает Глобал Вот это Что ты творишь Да Он возможно Хотел на репликейт Куда-то уйти Но Увы Увы От глобала Так просто не уйти Без манты А до манты Еще очень-очень далеко Да В итоге Разорвало его Здесь Ну в общем Развращаясь к террорблейду Ферст депарчер В азиатском регионе Дота Пита Там никого не могли обыграть И взяли террорблейда Мераклу И что-то как-то так получилось Что его первые две драки Никто не трогал Он просто приходил там Делал фраги Ну и в итоге Он там просто Убивал всех Чуть ли не один Вот Его вот эти новые иллюзии Которые кастуются С большого радиуса Они не так жестко замедляют Но они теперь более юзабельны Как ни странно Так Нападение на сталкера Сталкера должны убить Да Убивает сталкера Спирит брейкер Хорошая игра От гудема В очередной раз Он чуть ли не двоих Здесь прогнал Пока команда пушила Нижнюю линию Ну в общем действительно Очень сильный Они к нему взяли еще Вингу И взяли еще кого-то А и Магнуса То есть двух героев Которые белый урон Очень жестко аплуют А у него один белый урон И он там наносил 500 демеджа в конце Он там в начале Без артефактов 300 наносил Он вообще иллюзии Даже не качал До какого-то момента То есть герой Очень сильный И Ну вот если брать Какого-то агильщика Действительно сурового То Тиррорблайт Смотрится поинтереснее Во всяком случае Не скажу что он прям вот В глубоком лейте Там жестче Это нужно еще посмотреть В 6 слотов Но вот на там 30 минуте Если он круто фармил Он может набрать Такую массу Которую морф Ну никак на этой минуте Набрать не может Да Тиррорблайт на самом деле Помимо того что сильный Еще такой многофункциональный Герой Ему можно Собирать какой-то радианс И играть Вот как Нага и сирены Ему можно собирать Просто итемы На демедж И у него очень много урона И вообще это Один из лучших Если не лучший кэрри После арквардена Ну которого пока еще И долго не будет Который пушит То есть на самом деле Тиррорблайт как пушер Лучше даже чем волк Потому что Волку надо Некро 3 И Владмир И еще много всего А Тиррорблайду В принципе Яши достаточно ПТ Яша Аквила И он уже подходит К любому тавру И загрызает его за секунду Ну с формой со своей Да Или Или за низкий пушер Я вот еще не знаю Ему форму как-то меняли Или нет Но мне что-то показалось Она как-то дико Очень долго длится Прям вообще Она вечная какая-то Не это вроде не меняли Ну просто Просто значит Он настолько больно бил Что мне хотелось Чтобы быстрее Это насилие закончилось Ну вот Как-то так В свое время Тиррорблайды использовали Давно-давно Когда Там в первой доте Наверное Потому что во второй Его долго не было Потом Он ненадолго появился Потом опять пропал В первой доте С ним пушили активно Всякие стратегии Типа через Ченов Там Чен Венга Тиррорблэйд Еще там пара каких-то героев Просто собирались Подходили к тавру И уничтожали за секунду Сейчас конечно Это все работает Намного хуже Люди научились Контририть все эти пуши От спамы берут И сплит пушат грамотно Но все равно Это не меняет факта того Что если Тиррорблэйд доминирует Если ему удается Дойти где-то до тавра Он забирает его Очень быстро Ой, годдам Синдерин и ловит Не может скастовать Ультимейт Но и без него нормально Ну честно говоря Вот Мы как бы по игре Практически ничего не говорим Потому что Даже не знаю Что по ней сказать Просто Ашер бегают И где-то по одному Кого-то убивают Ловят Потихоньку ломают вышки А все что делают Стик Можно назвать Разве что Переходят в лейт Если есть такой вообще Ну если это адекватный термин Для того что они делают В принципе Ну они как бы бегают И фармят свои артефакты И даже не пытаются Уже убивать Но при этом Они так далеки Ну то есть Оперейшн пока с мидасиком Он только начинает Инвокер собрал себе Ветра Блинк Но тоже Ему еще Разгоняться и разгоняться У морфа Одна линка Но это Сказать что это мало Ничего не сказать На бару будет Это знаменитая Стратегия фарма и фида Только В отличие от каких-нибудь Профессионалов Этой стратегии Середи которых Числятся Evil Geniuses Здесь Здесь Стик Много фидит И мало фармит То есть в этой стратегии Нужно успевать Много фармить Если ты много фидишь А так они конечно Очень далеко позади Тяжело представить Как они здесь будут Выигрывать Разве что Ашеры позволят Еще им пофармить Минут 10 И как-то Замедлится игра Но мне кажется Ашеры сейчас пойдут Уже скоро Чуть ли не на рампу Заканчивать Ну вообще тут 10 тысяч Это еще более-менее Учитывая что там Два медаса Одна неплохая драка Может вернуть Вообще к жизни Команду стик Ну конечно Мне еще вот показалось Что дота как-то Стала еще более динамичной Еще более Ну быстрее игры заканчивают То есть ты сможешь 20 минут гг 20 минут гг 20 минут гг Причем Не просто как-то запушили А реально произошло Там куча всяких событий И игра закончилась Практически долгих игр Я не помню В этом патче Пока что Слика проблемы снизу Он уходит в инвиз И его сожгло Обидно для него конечно Он сенсуал влево Вправо Вправо Влево По стенке На самом деле Убыстрение игры Оно связано с тем Что некоторые предметы Удешевили То есть например Ботинок То что его на 50 голды Удешевили Если умножить это на 5 То есть для всей команды Это уже 250 голды То есть на 250 голды Быстрее команда Вся уже в ботинках Потом смоки На 50 голды дешевле Это все в сумме Так по чуть-чуть По чуть-чуть Для них эти 50 голды Там 50 голды Тут То есть раньше Ты мог купить сапог А сейчас Ты можешь за эти же деньги Купить сапог И смог Ну да-да-да-да Плюс К этому Заварды Тер дают Больше опыта Опять же Сломал пару вардов Что-то Уровень поднялся Благодаря Он также в сапогах Умирал первый раз До байбэка Ну вот Теперь еще раз И в итоге Плюс Каждые 7,5 минут За крипов Дают больше На 1 голду Крипов на карте Много 7,5 минут Больше на 1 Через 15 минут Больше уже на 2 голды Ну и так В сумме Опять же Чуть-чуть быстрее Кто-то купил Какой-то предмет Ключевой Чуть-чуть быстрее С ним пошел Что-то сделал Чуть-чуть быстрее Пошел тут Чуть-чуть быстрее Там, а в итоге Выливается в то Что игра закончилась На 10 минут Раньше, чем В прошлом Да, ну и в итоге Сейчас 27 минут Вроде бы Казалось бы Довольно быстрый конец Учитывая, что здесь Вот уже Довольно давно Там у одной команды Все плохо Но если посмотреть На артефакты Ну все Хотя бы что-то Себе купили Там и морф Почти 2 слота И инвокер 2 И сайленсер С хиксом Кажется, что Невероятные бабки Какие-то вообще подняли Ну да Видимо из-за того Что вот так вот Все у нас А, ну и еще И крипов стало больше Ты сказал об этом, да? То, что теперь Добавили Добавили вот этот кемп То есть даже Если тебя на базе На эншентах зажали Теперь ты формишь Не только эншентов А еще один кемп И плюс Вот у меня такое Впечатление сложилось Что вот этот вот Лес радиантов Если раньше Ты отжимал Допустим половину Это 3 кемпа То теперь такое ощущение Что это вот 5 разных кемпов И чтобы отжать каждый Тебе нужно Продвинуться там Еще чуть дальше То есть настолько Сильно они разделены Друг от друга Как-то вот Ну а ты сравни Это с лесендайр В общем-то Баланс типа Да лес радиантов Стал чуть больше Даже чем лесендайр Но тем не менее Сделали такой вот Да балансик Потому что раньше У радиантов было что Вот этот нижний пул Можно было легко Перепуливать сюда И здесь благодаря этому Вот этот пул Этот пул Ой драка какая-то Началась Ну тут просто Все вошли в гирокоптера И все умерли Игг В общем Раньше тут как было Вот эти 3 пула Легко мог фармить Один герой Типа алхимика Типа гирокоптер Он их всех сводил в центр Фармил фармил Зомби ставил там Бул там Да Теперь все разделили Все это стало невозможно Ну убалансили Просто игру С одной стороны Правильно С другой стороны Как бы раньше были Действительно серьезные различия А сейчас уже В скором времени Видимо будет абсолютно Пофиг за кого играть Типа дайр Или рейдин Даже рошан уже Не принадлежит дайрам Потому что С одной стороны Он к ним все так же Чуть ближе Но с другой стороны У радиантов Теперь туда 2 спуска И ударив 1 Спуска У радиантов 2 И дайрам даже Заходить вон туда Труднее чем теперь Радиантом Отбивать этого рошана Стало это проще Плюс раньше Вот если радианты заходят И нужно отступить То им так отступать Неудобно А сейчас они могут Зайти туда И отступить По другому Вот этому новому бароходу Как бы пробежав Чуть дальше Это Ну их тяжелее Поймать там Стало То есть Заметно Ну что У нас закончилась Первая игра Честно говоря Не знаю что Особо по ней сказать Ашеры ввели всю игру И выиграли Там 0.10 У Сандерена Инвокер Который с самого начала Игры тоже Ну и в целом Вообще ничего Стики не показали Вот вообще Никакого светлого Просвета Какого-то Ну согласен Это было похоже На избегение Какого-то паблика Где команда Напикала Героев Не отдавая себе Отчетов Зачем они это сделали Ни одного Командного действия Ни одного Индивидуального Исполнения Ну пока Вот в этой Конкретной карте Стики конечно Не показали Уровня Ну что Мы уходим На небольшой Перерыв И вернемся К вам На вторую игру 1-0 Best of 3 HR Ведут В сетке Лозеров Европейской Квалификации Mars Dota League